Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и находитесь в галактике, в которой Единая Империя под моим руководством, Венли Спейс 2, на последнем уровне сложности пытается победить. Прошлая почти трёхчасовая серия, конечно, была суровой. Мы вынесли Люмерис, хотя они всё равно живы типа, потому что, видимо, в альянсе с хранителями, я так понимаю. Хотя на карте я уже Люмерис просто не вижу нигде. Их нигде нету. Напоминаю, что если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появлялась. Спонсоры канала все серии видят сразу, но я надеюсь, что мы уже вот в этой серии я закончу. И знаете, я подумал, что мне надо тупо ломануть научную победу. Тут явно вот для Индийной Империи две победы возможны. И научная, и чудесная, то есть, считайте, производственная. Но так как я выбрал Мизари, вот во фракционном квесте, то, соответственно, у меня бонусы у жителей на планетах именно на науку. И именно на науку мне и надо ориентироваться. То есть, смотрите, следующим ходом я открываю Достояние Вечных, это вот это. И мне остается две основных техи открыть. Причем мне не хватает только три технологии вот в этом тире для того, чтобы их открывать. Поэтому вот это какая теха? Откуда она? Производство пыли. Да, это здесь. Вот, производство пыли. То есть, мне еще три надо открыть. Одна это будет вот в этом пятом, на этом пятом уровне. Тут у нас что? Практическая путаница, это фиг с ним. Там несколько альянсов идут на экономическую победу. Поэтому мне по-хорошему надо быстрее, то есть, все в науку забить там на флот. Можно повоевать с афонами, кстати? Так, это тут, кстати, все с афонами выполнили. А что у нас по заданиям? Это я. Да, вы надоели своей бюрокритической путаницей. Тут выполнили деревья. Ну, там плюс пять такое. Тут тоже все выполнено. Все выполнено. Здесь я выполнил. Министерство правды. Чудо. А здесь чудо. Вот я клиринговое бюро, кстати, я так и не нашел, где оно открывается, чтобы его построить. Ну да ладно. Так, производство пыли я тут точно открою. Потому что тут эти на культуру будут давать. Здесь. О, 20%. Блин, ну Ари Халк требует. Ну и нормально, 25. Где, давайте вот этим. Подождите, это точно? Да, улучшение системы. Война, научный комплекс. Плюс 20% науки. Это хорошая штука. Давайте даже вот это раньше, чем это будем открывать. Так, и еще одну какую-то теху надо. Это на войну. Это мне сейчас не надо уже. Это на одобрение. Но у меня и так одобрение выше крыши. Еда. У меня тоже уже все планеты заселены нафиг. Еда преобразуется в производство. Ну не знаю, ну не нужна мне. Давайте может вот этот улучшить дополнительные. Ну Зеливаз это авианосец. Отдвигай мне авианос с другой стороны. Ладно, давайте откроем вот это на всякий случай. При осаде. Не знаю. А, так оно... А, и у него возможно откроет, пока вот это не открою. Ладно, тогда вот это на улучшение. Вот, значит у меня 5 ходов. Это все вместе еще. Это не 1 плюс 3 плюс 4. Это вот... То есть вот это откроется через 5 ходов. И 2 вот этих будет... Более того, это скорее всего ускорится, потому что вот это даст процент. Главное, чтобы теперь другие ребята не успели меня захватить. Не захватить, меня никто не может захватить. Экономику. Экономикой победить. Так, тут у нас есть... Я просто думаю нападать именно сафонов или нет, но у меня есть время подумать, пока летят вот эти корабли сюда. Тут стоим. Пополняем ресурсы. 3К. Да, давайте по законам еще пройдемся. Если что-нибудь еще принять на науку. Ну вот плюс 3. Я просто боюсь, что будет очень-очень... большой штраф по... По поддержке тогда. И это нивелирует эти вот пустыри на науку, поэтому нету смысла это принимать. Больше тут, я смотрю, плюс 50 за уничтожение. Но это в битвах надо участвовать. Да, на науку больше ничего нету. Все у меня принято, я так понимаю, как надо. Тут на поддержку вообще все отлично. Отлично. Правительство, мне кажется, никакого у меня нету смысла другое принимать. Да, интересно. Все-таки вот жаль, жаль, что невозможно посмотреть, насколько я отстаю от других. Так. Ну тут бегемот один ход строится. В общем-то, давайте попробуем еще все на науку. Проверим, что у меня все в системах построено на науку. А если не построено, то построим. А вот к этим министерство правды. 80-ти рехалка. Плюс 5% за империи в состоянии войны. Это, кстати, интересно. Если я с Афоном объявлю войну, а они там в альянсе, то есть, соответственно, это трем, это плюс 15% будет ко всему. Так, с аномалиями и плюс 1 просто на планетах. Ну давайте, почему не бахнуть? Ну один ход делается. Это уже, конечно, не самое большое, пожалуйста, пускай будет. Тут на науку, по-моему, все вообще уже построено. А, можно еще специализировать, кстати. На этой посмотрим, что у нас. Тут уже нормально специализировано. Стоп, там еще можно было улучшить до четвертого уровня развития системы. Три хуйни, тогда я не буду строить лучше. Лучше пускай науку дает. Так, что у нас тут на науку не сделано? Государственно-частное партнерство. За планету, за плодородную и умеренную. Есть такое. Надо ставить. Дальше генератор просто ставим. 25% на части, конечно, ставим. И тут 40% на газовой. Ну, тут три жителя всего. Я уже как-то, по-моему, думал такое поставить. Пожалуй, нет. Давайте тут просто закончим за один уход это все. Так, а какие тут у нас специализации? Ну, тут на производство стоит. Ладно, нормально. Я буду, наверное, ставить производство на науку, только если не стоит специализацию на науку, только если не стоит уже производство. Только в таком виде. Так, что у нас тут? Тут все построено. Я, наверное, не буду ничего. Не буду даже терраформировать. Такая в науку идет. здесь есть государство частное партнерство. Кто такой Юрий на планетах с аномалиями? Да. Генератор магнитного поля? Да. И лаборатория 25%. Да, блин. Так, хорошо. И тут нет специализации, кстати. Давайте тоже гражданскую науку поставим. 40% на газовой. Уже всего два жителя. Нет, тут все нормально стоит на Янусе. Здесь нету специализации. И наука, наука вот. Государственно частное партнерство, генератор магнитного поля институт плюс 40%. Да, надо. Фундамент активной эволюции. Надо. Дальше все есть, да? Ускоряем. У меня куча культуры, поэтому не стесняемся. Собственно, последний рывок. здесь вообще ничего не специализировано, я смотрю. Просто все в науку. И не построено ничего. Ух ты. частное партнерство. Генератор магнитного поля. Не важно, что они могут уже мало давать. То есть тут уже не на что экономить на самом деле. Ни деньги, ни культуру. Нам надо быстрее открывать все. так, по-моему, я выбрал, что могло понадобиться. Все за один ход, видите, строится. 18к культуры на самом деле. Есть аномалии, блин. Все есть. Братцы, генератор, лаборатория, институт. Ну и газовая, ну не знаю, мне кажется, это вот неприкольная. Подождите, или он дает плюс 40% за каждого жителя на газовой. Если это так, то это, извините, будет плюс 80%, например, здесь. Я просто не очень понимаю. Или это каждому жителю. Если каждому жителю, так это мало тогда. С другой стороны, дорогущая здание, мне кажется, это все-таки за каждого жителя должно быть. Давайте попробуем. Так. Здесь тоже нету специализации. Генератор не построен. И на институт уже не хватает антиматерии. Тут вообще только один житель. Все, плюс 40% я не знаю, честно говоря, вот это карманная лаборатория. Насколько это все-таки будет. Ну, вот, например, тут на газовой, да, 3. Вот, давай, мы сейчас на это и проверим. Культура как раз заканчивается. Вот, смотрите, сейчас тут 730, так? На газовой у меня 3 жителя. Так. то есть если так, как я думаю, то это будет плюс 120%. Но тут не к 730, а скорее от жителей. Или, ну, то еще не от 730, а то ли от 370, то ли от 360 будет 140%. Посмотрим. Только будет давать, вот проверим на ойре, да? Надо будет на ойре это проверить. А, ну все, и тут я уже больше походу ничего. Хотя нет, вот. Здесь у нас есть, тут нету специализации. Блин, какие финансы. О чем вы? Все, и культуры уже нету ускорять что-либо. Ну, пожалуй, пока закончим. И давайте глянем, вот у меня на этот ход 23419 науки. Сколько будет следующим ходом, когда все построится? 23400 и плюс еще у меня теха откроется. Вечных, там, что-то вечных. Должен сейчас такой очень-очень мощный прирост произойти. плюс плюс 15% да, инфляция. Вы близки к победе наука. ну, то есть это я следующий очередной шаг сделал, поэтому идет это сообщение. 33000, то есть плюс 10000 или треть науки, считайте, да, я сверху добавил, зашибись. 4 хода. Хотя по ходам не ускорилось. Было в прошлом ходу 5 ходов, да, теперь 4 хода всего лишь. Ну, это стало подвисать к концу. Боже, Ленка уже я не знаю даже что ему тут прокачивать. Диапазон обзора на флот, поглощение обшивкой, 5% урона на флот, вместимость, не знаю, так, наверное, вместимость. Опять же, это для флота все, это такое о, сколько всего построилось-то. Красота. Не знаю, нападать на сафонов не нападать. Я бы, наверное, напал уже как в последний раз. как нам я вот помню как можно было их ладно. А, я хотел уничтожителя сделать просто, поэтому я открывал 10 тысяч бабла и 50 антиматерии не хватает только, ограниченное количество человек может стрелять снарядами с способом прилетать через всю галактику и уничтожать целые звездные системы издалека. Ну, я хочу попробовать эту штуку. Значит, нам 50 антиматерии надо накопить, в следующем ходом будет, пока просто полетели сюда. Да, блин. В следующем ходу, наверное, в героине апнемся. Он даже и дальше может еще пролететь. Сюда прилетит, тут начнем апаться. Так. Продолжаем наш ход. А, я хотел же эти газовые... Да, блин, что-то я забыл. Сейчас проверим в ойре, да? мы там, по-моему, строили с тремя жителями на газовой планете. Из плюс 120% науки, по идее, там должно валить. Ну, вообще, согласитесь, такой нехилый прирост. От люмерис какой-то. О! 25% дохода от торговой компании. Отлично. Так, значит, в ойру заходим, смотрим науку. Лаборатория с гравитонной защитой дает 30 науки всего лишь. Ну, это как-то бредово. То есть, она... Это реально 40% чисто вот к жителям. То есть, вот от этой планеты и все. но это сучка какая-то крутая... Неужели на газовых планетах можно так много жителей сделать, чтобы это нормально шло? А здание очень дорогое, по-моему. Немножко бессмысленное, честно говоря, получается. Так, прочность флота. У нас там счастья и так дофига. Ну, ладно, давайте вот это возьмем. Снижение несчастья от перенаселения. Ну, вообще, где-нибудь есть в системах, чтобы одобрение меньше 100 было? Ну, Вэллио не бунт, только потому, что я его недавно захватил. Это такое... Давайте здесь, не знаю, обломки, полярное сияние подавлено, эти бесконечные там супермаркеты, предположим, лотерея от ресурсов роскоши. Это все закончим за один ход. И дальше, например, давайте вот это кто такой Юрий. 100 науки получили. Так, три хода до открытия всех необходимых тех, и потом надо будет довольно долго... Ну, 103 тысячи пятьсот тридцать, да? У меня, ну, то есть, три-четыре хода получается. Я не знаю, могу ли я еще как-то ускорить свою науку, но походу нет. Три лично, то есть, еще шесть-семь ходов примерно. то есть, в итоге 9-10, через 9-10 ходов я должен побеждать наукой. в принципе, следующим ходом можно нападать, но я хочу уничтожитель забубенить. Один ход... следующим ходом? Я бы напал следующим ходом. Так, вот это чудо я могу? А, я вообще уничтожитель сейчас улучшил, поэтому не могу. И орехалк 80. А что там? Ага, тут 20% за орехалк вот это надо будет военно-научный комплекс еще построить, потому что он дополнительно дает бонусы. Ну и какую мы планету бахнем с Афоном, интересно? Какую-нибудь побольше? вот Фатия 31 житель... Нет, 38 накос. Накос выкус. Да. Успею, не успею ли я наукой добить? Значит, вот это надо строить. Военно-научный комплекс надо строить. Там, где у меня больше всего науки, причем изначально это фигня. Пока дальше пускай открывается... Уничтожитель готов. Так, сначала открываем науку. Каране. Что-то я не вижу здесь такого здания. Так, может, это все-таки как-то бегемот делается. Зря открывал, похоже. Нельзя даже как-то чудесами побеждать, если они каждый раз требуют столько ресурсов. Это просто как-то нереально, честно говоря. потому что в сети... Наверное, может, не на такой сложности, потому что в сети тебя просто придут захватят, если ты будешь эти чудеса строить. Человек все эти ресурсы на корабли использует, и покеда. да, ну, короче, это ничего не строится. О, кстати, нам эти институты бы еще... у меня видите, не хватает... на шумен институт не хватает антиматерия. Антиматерия, наверное, дорого стоит. Потому что на цка. Да, антиматерия, ну, не самая дорогая, но все еще дорогая. Ну, например, там 25, это мне не хватает 9. За 4,5 культуры, пожалуй, куплю. И где я хотел? В весах? Да. В весах это нормально будет. Плюс 40% науки здесь это очень неплохое добавочка будет очень неплохая. Так, ну что, объявлять войну, не объявлять? Хочется уничтожителя пробовать. Но они могут реально меня затормозить. Давайте следующим ходом. Я хочу быть уверен, что тут у меня восстановилось. А, мне еще эти джаггернауты было вылечить, видите? потихоньку ремонтируются. ремонтируются. А, нету тут каких-то зданий на ускоренный ремонт. нет, это начальное строительство. 20% к скорости восстановления здоровья кораблей, находящихся на орбите или в ангаре. Скажите, вот как в ангар тут? Тут как-то корабли можно в ангар ставить. Тоже офигительное... Наверное, это все-таки он в ангаре, мне кажется. Считается уже. Или нет? По-моему, роспуск. Да, вот, ангар, роспуск. Это я не уничтожил их, это они в ангаре находятся. Тоже офигительный перевод, да? Пойди догадайся, что это не уничтожение корабля, чтобы не сняли, а что вы в ангар его ставите. А, ну, а джаггернаута невозможно в ангар. разместить. это, конечно, чудо. Ну, четыре хода долговато, я бы лучше науку тут делал. Что-нибудь еще тут возможно? Вместимость, здоровье защитника. то есть, я бы пока не нападал, пока не восстановим здоровье джаггернаутов, а то я просто потеряю все потеряю, короче. Квадус, квадус. что у нас тут на науку? Давайте. Аномалии тоже есть. Плюс 5 на планете есть негативные аномалии, из подавления. Да, такое тоже у меня тут есть. Фундамент активной эволюции и срочные исследования и все остальное походу. Ну, я бы еще институт, конечно, но институт надо там, где науки больше делать. так, пока так. Так, надо запомнить, что в квадус надо будет следующим ходом зайти, ускорить еще. Блин, так, смотрите, уничтожить систему, смотрите, сколько оно стоит. 420 Адамонтана, 420 Антиматерии, 420 Рехалка и 420 Квадриникса. Класс. И еще через 17 ходов бесплатный залп. Через 17 ходов может, хотя с каждым ходом просто будет уменьшаться стоимость этого залпа, я вот думаю. Кстати, а можно мне на корпус уничтожителя глянуть? А, тут у нас даже ничего не стоит. Ну, это какая-то хрень. Мне как-то что-то уничтожитель уже не особо нравится. То есть, он просто стреляет, я так понимаю, вот этой фигней, тратя ресурсы. Я так понимаю, что с каждым ходом все-таки ну, давайте, я не знаю, сделаю ему ускорение. Мне кажется, зря я его так делал, чтобы я еще не... Ну, ладно, мы попробуем выстрелить чуть попозже и посмотрю, уменьшается ли с каждым ходом да, ну, надо, чтобы ученые, конечно, побеждали. Ну, пока 33 на 33, я их официально поддерживаю, так что, я думаю, что победят. Нет, милитаристы, ну, почему сейчас-то, бля, как так, ну? Я охренею, честно говоря, вот, когда я воевал вовсю и строил армию, милитаристы не побежали. Как только я закончил воевать, внезапно милитаристы... Блин, я не понимаю, я не понимаю, серьезно. То есть, я сейчас кучу картинауки буду терять, потому что сейчас законы отменились, и я их не могу... Хотя, наверное, какие-то смогу еще, сейчас вообще глянем. Сейчас вообще глянем. Так, кто что-нибудь стоит? 10% за империю в альянсе и 5% за империей в состоянии мира. Ну, надо ли мне это сейчас строить вообще? Шовинистический рай. Ну, по победе очками, как вы понимаете, они могут победить только когда 150 ходов закончатся. Союз по активной обороне перрана уничтожен. А что за союз такой был? Тоже... Ну, это по очкам, потому что тут сколько? 121 ход, типа 30 ходов. осталось. На самом деле, я намного раньше, конечно же, могу победить наукой, и, соответственно, мне кажется, там намного раньше могут победить экономикой. А, вот, вот, наконец, уничтоженная империя. А как же... Где же он был? Ну, и, соответственно, этого союза больше нету с хранителями, я так понимаю, это этот союз был уничтожен. Так, давайте посмотрим на законы, какие там... теперь... Теперь... Ну, в принципе, мне важно, что вот этот работает закон, так? Не, в принципе, ладно. Урон. Какие там еще могут быть? Это я точно не буду принимать. вот эти научные, которые я не могу принять, так тут и нету на науку, кстати. Это те, которые доступны. Так, тут у нас снижение стоимости дипломатии. Да, в принципе... В принципе, как ни странно, нормально. Но я все равно не понимаю, почему милитаристы победили именно в тот момент, когда я все переключил на науку. Мне это странно. Так, Квадус. Ускоряем фундаментальные эти. Институт пока невозможно построить. Сколько науки? 35 тысяч с половиной. Один ход и мы начинаем. Так, могущество вечных дает урон, а власть вечных... Да, надо будет власть вечных открывать. Тоже ускоряет науку. Пока не могу выстрелить. Следующим ходом мы посмотрим, сколько будет. Я не мог, я не мог исследование в очередь поставить, потому что я не могу выбрать простоту технологию вечных, пока не откроются эти все технологии. Ну и сейчас посмотрим, сколько ходов они открываются и сколько мне реально осталось до победы. И успею ли я раньше... Так, экран технологии. Три хода. То есть, шесть ходов, в общем. шесть ходов. Это хранители тут у них две каких-то планетки занюханных. Население везде растет. Так, чуть на элеоне не стоит. Ага, и можно институт построить. Давайте глянем, где у нас может еще он быть не построен. Не, ну тут точно... Видите, я сортировал выпуналки в первую очередь и смотрю, может ли он быть где-то не построен, где больше ценовки, потому что там процент добавляется, 40 процентов это... Не, эту фигню я не буду строить, уже проверили, что это фигня. Фундамент активной эволюции 20... Ну вот это, кстати, можно на этой системе сделать. Я не думаю, что я смогу быстрее, чем за 6 ходов открыть. Вот тут институт на Квадусе. тогда на элеоне давайте генератор магнитного поля, школа гениев. Да, тут есть аномалии, тогда школу гениев, лабораторию оптики. Закрыл мне границы, ну и науку дальше. Производство в науку. Так, у меня, по-моему, не будет антиматерии его... мне все равно все равно. То есть я должен сидеть и штраф системы... То есть если когда я тут нахожусь, то он дает минус... Странно, как его использовать? 17 ходов. Снаряд, выпущенный по системе, уничтожает ее планеты. Да. Длительность штрафа два хода. А, ну это штраф... Это два хода. Если он выстрелит, если я буду в Янусе находиться и выстрелю, то Янус получит минус 40 поддержки и минус 50% культуры. А, я должен 17... Я должен просто находиться видимо на орбите и когда... И с каждым ходом вот я буду именно стоять на орбите. Понял. То есть он как бы так заряжается, грубо говоря, получается. Так, ну вот сейчас я, наверное, достигну уже максимума культуры возможного. Мне кажется, я уже больше просто не... не сгенерирую. Даже никаких сообщений тут особо не повылазило. Так, смотрим. 36500 5 ходов. Да, не ускоряется никак. Смотрим здесь. Он находился на орбите. 16 ходов. Да, и стоит дешевле. То есть, грубо говоря, через 16 ходов вам вообще не надо будет тратить никакие ресурсы для залпа. Ну, я, наверное, к сожалению, не успею из него выстрелить. Так, что у нас вообще тут в дипломатии? Эти пофигу, эти пофигу. Разрушители. так, деревья в союзе с этими. Их мы не трогаем. Сафоны. Я на сафонов нападаю, соответственно, мне объявят войну эти Ёша и водяны. водяны. Ну, вот водяны далеко? Тебе как далеко? Вот уже они, наверное, нет? Нет, это Виктория. Да, водяны далеко, вот тут они. А вот эти ребята близко, вот тут. То есть, они вполне будут сейчас сюда полететь, если я с афоном объявлю войну. Давайте я еще один ход подожду. Просто, если там они будут нападать, например, то хотя бы у меня будет возможность чуть попозже, но открыть науку, если я буду проигрывать эту войну. А так получится, что я могу просто своим этим объявлением войны себе победу убрать. Хочется, я хочу с афоном что-нибудь за это захватить. Ну, какие-то квесты уже бессмысленные. Близок к победе чудесный. Альянс Единства Принципиальных. И кто же там что-то строит? Чудеса. Ну, я уверен, что они как раз чудеса не успеют. Это слишком много. Кто там? Кто Альянс Единства Принципиальных? Это клика Черной Туманности. Вот, Горацио и Хор Теней. Я думаю, что, скорее всего, Горацио строит. Видно тут где-нибудь чудеса? То есть там вот вот так должна иконка выглядеть, если чудо построили. То есть они какое-то одно чудо построили. Да, ну, а Хор Теней я не вижу вообще. Ладно, полетели, короче, на сафонов. Умас свободно даже война объявляется. О, они даже с кем-то еще воюют. А эти, кстати, ребята... А вот Хиши и Водяны мне как раз по ходу войны не объявили. Не знаю, что они подавлены. А интересно, там сафоны сказали, что они уже с кем-то воюют. А, с деревьями едят. Отлично. Я что-то вообще не обратил на это внимания. Ну, все, полетели. Так, это накалимы. Тут вообще никого нету, так что можно лететь сразу высаживаться. Я, правда, очень сомневаюсь, что мы сможем рак захватить. улучшить, кстати, как раз все мои уже окончательно вот тут 20-20 самолеты до максимума. Все, у меня полностью улучшены наземные войска. И у меня их больше, во всяком случае. мы не с первого я просто не очень представляю, как они могут отбиваться, если у меня максимум войск. Блин, нафига я это включил? Блин, почему? Ну, почему? Здоровье 70, 23, 30, 25, 36. 336, 4198. И я еще изначально бомбардировку там, не понимаю я, почему у меня с наземными атаками не получается. Так, тут стоим. Рак это вообще наша система. Блин, мы ее отбили у Люмерис и Сафоны обманом ее к себе присоединили. Интересно, хиши там полетят сверху на меня. Так, власть вечных и осталось могущество вечных. Она показывает вначале, что у меня будет... А, ну тут еще, видите, прибывают подкрепления, слава богу. Но войска мастеров постоянно проигрывают почему-то битвы. Даже когда... Да, блин, когда я выключу эту просмотр... Ничья пишется, блин. Так. Выстрелов хорошо хоть не в меня. У нас до победы три хода. Я из уничтожителя 348 антиматерии, 308... Ну, очень вряд ли. То есть у меня орехалка и антиматерии. Я, конечно, попробую купить последний ход, чтобы выстрелить. Какой альянс покеда. Блин, не могу атаковать, не могу высаживать, потому что тут... Даня, вот теперь могу все. Появился. Очередной какой-то скаут мешается. Ну, а еще кто-то приехал. Да е-мое! так, стоим, три хода. Заканчиваем ход. Успею, не успею. Будет интересно, покажут ли тут графики в конце развития всех, потому что прямо очень интересно, кто там пытался экономикой побеждать. да, рак я все-таки захвачу. блин, да когда я отключу эту хрень? о, отлично, все, следующим ходом рак наш. Так, да ладно, у них сильнее? не может быть. не может быть. так, пульнуть я еще не могу. рун. Ну, хоть рак в конце захвачу. Альдебаран, конечно, без шансов. Там, что-то сафоны такой флотяру забахали. Так, рак захвачен. но это только за счет резерва. То есть, вот просто мои войска почему-то слабее. Да, блин, можно и не смотреть? Сотрудничает. Какие-то задания по академии вообще без понятия, честно говоря. Так, рак стал нашим. Полетели дальше. Так, почему я не могу? В смысле, кем эта система охраняется? Что за хрень? Так, ну, последний ход. Мне надо для того, чтобы бумкнуть 208 антиматерии и 209 орехалка. Что-то я очень сомневаюсь, что я смогу это купить. Ну, да, 213 вообще без шансов. К сожалению. Знал бы, чуть раньше построил этот... уничтожитель. Ляпнул в него бы пораньше, чтобы хоть раз бумкнуть. уничтожитель. победа? Да. Ачивочки привалили. всякие. Ого, сколько ачивок. Еще ачивки. Все, больше нету. так, вот мне интересно, поддерживаю победу наукой и интересно экран очков посмотреть. Сейчас будут графики, я так понимаю, всего этого развития. Субтитры создавал DimaTorzok во главе с Вечным Императором. Так, общий счет. Где я красный, да? Ну, я даже по счету, кстати, нормально шел. Пища. Пища, понятно, у меня мало. Промышленность. Ууу, я думал, я по производству хорош, а тут, оказывается, вон эти кто? Властелины времени больше всего производства. На втором месте разрушители были, и на третьем корт теней. А тут все остальные, вот тут вот мы все вместе. Интересно. по пыли я даже не старался, вот корт теней нормально шел, я вон где-то в конце. Наука, ну вот, собственно, наука. И даже по науке я не первый, слушайте. Сафоны, ну, сафоны, понятно, они все-таки научные, но тогда что, что они не победили наукой? Вот у меня влияние, я очень хорошо с влиянием было. По населению я первый, между прочим. А, нет, подождите. А чем отличаются очки исследования от произведенной науки, что-то не пойму. Вот очки исследований, это вот конкретно, сколько вы тратите на науку? Тут-то я первый был. А что тогда такое наука? Я не понимаю. То есть вот это, вот это да, помните, я говорил, что у меня 35 тысяч, там 36 тысяч, вот я это накопил, вот я тут ломанул последний ход и, собственно, наукой победил. А что такое наука тогда? Без понятия. Ну, очки торговли, у меня все-таки, ну, слушайте, я в втором месяце, тоже неплохо. Одобрение, тут я явно, ну, почти все на 100 шли. Вот тут у меня были проблемы, вот, ну, это видно, компьютер на божестве, у компьютера на божестве просто все зашибись. У меня тут немножко выправил ситуацию и дальше уже тоже пошел. По территории первый, кстати, это по количеству звездных систем. По территории первой, вот по населению, а, и по населению первый. По героям, ну, тут примерно одинаково. Это 100 означает, какой уровень у них. Это вот не просто количество героев, а как они еще по уровням шли. То есть у меня даже самые крутые герои были. Ну, армия у Хора Теней, кстати, вот это интересно. Конечно, я, я вообще по армии слабоват. На самом деле. И когда я Люмерис выносил, не, у Люмерис, кстати, хуже были. Вот они, видно, что они хуже меня и потом ушли. Вот тут, где-то, где-то тут я на них напал, а Сафоны круче меня по армии. Тут, правда, плохо видно. А Хор Теней, это вообще какой-то мрак. Смотрите, что это. А Хор Теней, наверное, мог вообще всю галактику нафиг вынести. Так, тип победы наука, сложность безграничная, ранг первый, по общему счету, четвертый был. Основная политика, которую дольше всего я использовал. Максимальный уровень системы третьего. А, нет, три системы достигли максимального уровня. 73 феномена мы открыли и самый могущественный герой 23 уровня. Что тут в Хрониках Империи? А, это результаты еще по прошлым играм, я так понимаю. Ну, это ладно. Ну, в общем, вот так. На этом радостно заканчиваю эту партию. Ваши впечатления в комментариях. Ой, все-таки большое удовольствие получил. Приятно играть в Замблю. И обратите внимание, вот все-таки в шестой циве в конце партии уже как-то, знаете, такой, ну, уже понятно, что ты где-то тут победил. А вот тут такого нету, нету вот этого ощущения. И мне кажется, если бы я не поднажал на науку, я мог бы и проиграть там. Вот жалко, не видно, сколько действительно ребятам в экономике оставалось. И вот это постоянное такое соперничество. Классно, классно. Жду подобного и HumanKind. Конечно, куча вопросов к интерфейсу все еще есть. Я надеюсь, что будет в HumanKind это исправляться. посмотрим. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok